Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта Заметки Электрика. Сегодня мне принесли люстру. Это радиоуправляемая люстра. Такой у нее вид. С галогенными лампами и светодиодной подсветкой. Проблема в том, что с помощью пульта не управляется люстра. То есть вообще не включается ни с пульта, ни с клавиши. Вообще никак не реагирует. Схема управления люстрой на первый взгляд кажется сложной. На самом деле ничего сложного здесь нет. Так, ну вот, смотрите. То есть я же сымитирую. Вот, включаю. То есть никак не реагирует. То есть этот блок, он может управляться либо с пульта управления. Вот для этого имеется здесь специальный приемник. Либо с помощью клавиш. То есть один раз клавишу нажали первый режим, второй раз клавишу нажали второй режим, третий раз клавишу нажали третий режим и так далее. Вообще данный свитч имеет три компетенса. У нас красный, черный. Потом черный, отходящий, это общий. И коричневый, синий и белый, это три группы ламп. Двум группам ламп подключены электронные трансформаторы для галогенных ламп. Вот они. То есть это электронный трансформатор, мощностью 160 Вт. Вход 220 Вт, выход 12 Вольт. То есть здесь установлены галогенные лампы на 12 Вольт. Например, вот это у него выход. Здесь собираются группы на галогенке. И аналогично вот от второго. Вот выход со второго трансформатора. И вот здесь две скруточки, два соединения для второй группы. Ну и третья группа, это светодиодная подсветка. Подключена через свой драйвер. Ну, как бы драйвером это назвать сложно. Там, скорее всего, просто ограничительный резистор на ветку светодиодов. То есть также вход, у него два красных, вот это вход 220 и чёрный-белый. Это вот две скруточки. Это пошли провода на светодиоды. Все светодиоды в люстре подключены последовательно. То есть вон он первый пришёл. И вот последовательно идёт. И на последующий, на последующий. И так по кругу. Ну, если хоть один светодиод выходит из строя, то, естественно, гаснет вся подсветка. Менять светодиоды достаточно легко. Здесь есть специальные разъёмы. То есть этот диод вытаскивается. И, в общем, быстро производится его замена. Пробуем, чтобы точно убедиться, что неисправен блок управления. Ну, или свитч. Я сейчас подключу питание напрямую на вот эти... Ну, я буду подключать здесь поочерёдно, чтобы проверить каждую группу в отдельности. То есть, таким образом мы определим, что электронные трансформаторы для галогенных ламп у нас исправны. Ну, также исправна у нас светодиодная подсветка и её драйвер. Ну, в общем, питание со свитча я отключил. Электронный трансформатор. Фазу я подключил. К источнику питания. А нули... Вот они собраны, нули все. То есть здесь собраны ноль для светодиодного драйвера и для второго трансформатора. Соединил с источником питания, то есть с нулём. Включаю автомат. Люстра горит. То есть электронный трансформатор исправен. Сейчас проверю второй трансформатор, потом проверю светодиодную подсветку. Ну, уже как бы понятно, что он неисправен. Ну, в общем, проверил второй электронный трансформатор в отдельности и светодиодную подсветку. Всё работает исправно. Сейчас временно подключил оба трансформатора и драйвер светодиодный. Нули вот у нас собраны. Здесь как бы старую скрутку оставил. А это посадил на вага. Так, ну вот. Проверим. Видите, всё работает. Люстра горит. Светодиодная подсветка работает зелёная. Сейчас будут менять цвета. Уже синий, фиолетовый. Ну, вот так вот. Ну, в общем, как я уже говорил, причиной неисправности радиоуправляемой люстры стал блок управления или свитч, или блок реле. Сейчас пойду посмотрю, сколько он стоит. Ну и после покупки надо будет обратно всё собрать и проверить. Так, в общем, продолжаем. Вместо блока Y7E приобрели блок B837 аналогичной мощности трёхканальный с аналогичной схемой подключения. Также в комплекте был фольт управления с таким держателем с четырьмя кнопочками и батарейкой. Так, в общем, блок я подключил. Это антенна. Красный, чёрный – это питание. Второй, чёрный – это ноль, общий. Со всеми тремя блоками и три канала. Жёлтый соединяется с первым электронным трансформатором, белый соединяется со светодиодным драйвером, и синий третий канал соединяется со вторым электронным трансформатором для галогенных ламп. В качестве соединения я решил использовать наконечники иншивые. Два с половиной. То есть, сделал скрутку, скрутку, скрутку ставил наконечник и обжал специальными пересклещами. Сейчас одену сюда термоусадочные трубки и буду пробовать работу люстры. Так, в общем, люстру подключил. Проверяем. Режим Б Б Горит. Отключаем. Режим Б Светодиодная подсветка работает, меняет свой цвет. Отключаем. Третий режим, третий канал работает. Отключаем. И сразу все три канала. Все работает. Отключаем. Можно включить два канала А, включить А и С. Так, можно включить А и С. В первой третий отключим галогенные лампы. И нужно посмотреть, какие из них не горят. Заменить их. Так, ну, в общем, сейчас заменим сгоревшие галогенные лампы. И люстру можно отдавать заказчику. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч. Убий. Убийц. 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 Убийц.